Всем ДВС народ, меня зовут Сергей Лав И это такой ролик-не-ролик По топ-драйверс На самом деле в какой-то момент, может быть месяц или два назад У меня пару роликов на канале Видимо где-то начали мелькать Перед глазами Тех людей, которым понравилось играть топ-драйверс А именно это первые мои обзоры Вскрытие паков И ну очень меня засыпали Комментариями, когда будет топ-драйверс Еще, но я снимаю этот ролик Не по этому, потому что Эти люди как пришли, так и ушли И на самом деле прикол в том, что А другие ролики по топ-драйверс ни хрена и не набрали Спрашивается, вот вы кричите О топ-драйверс, а вы все равно Другие-то мои ролики и не посмотрели нифига Они как валялись, никому не нужны, так и валяются Вот Но я тут начал в одну ферму играть Тоже с машинками, с их коллекционированием И, блин Вот ну никак не отделаться было От мысли о топ-драйверс Потому что ну радости никакой По коллекционированию там нет, совсем-совсем не то Это прям детский сад Даже, блин, даже Тут детский сад не отражает всей суть картины Скорее всего даже ясли Вот И я такой думаю, ну дай-ка зайду Хотя, сами понимаете Эмоции положительные Не возникают при этом Желании Потому что, во-первых, я не взял Моби Дик, тачку, легендарку Не то, чтобы она решила все мои проблемы Но теперь я не минул Каждую минуту только и думаю о том, что Вот я не взял Моби Дик, хотя мог бы взять Ну вот, как-то так Ну а во-вторых, с момента того, как я играл в игру Вышло три крупных обновления Вроде как, что там было Немецкий Ренессанс Французский? Не, по-моему, Французский Ренессанс Ренессанс я застал Ну, короче, еще что-то И вот Great Exhibition только сейчас вышел Короче, тачка стала дохерища И, ну, для этого нужно больше места Я, кстати, купил один карбон Вот ТВРный карбон У меня было 4800 голды Можно было, ну, в принципе, еще 4000 докопить Купить слоты, да Слоты это проблема Больше тачек, больше необходимости иметь гараж Да, сейчас копить еще 5500, да Но не знаю, буду ли я играть или нет Поэтому я такой решил Че он будет мариноваться У меня было, сколько там 250 тысяч кредитов Я уж не знаю, на что я их копил Купил 16 или 17 керамик Выпал, вот В игре, конечно же, очень мало красных тачек Согласитесь, прям мизерное количество Поэтому, что же мне, конечно, могло выпасть Кроме как дубликат И мне выпал дубликат Вот, вот, Хаммер Ну, просто великолепно Что еще могу сказать Ну, я вот игру несколько часов назад Установил, тут чуть-чуть потыкался Ну, можно сказать, что вот Немножко восстановилась справедливость У меня какая-то тачка потеряла Из фиола перешла в красную При том, что я ее точил По-моему, Митсуба, что ли, вот эта Да, я, помнится, очень много переживал из-за этого Но вот восстановилась справедливость Даже с лихвой, так скажем Юкон стал фиолом Он у меня фуловый У меня даже еще один юкон есть И он тоже, вот, как бы, стал фиолетом Ну, можно сказать, я вернул свое Еще поменялись некоторые иконки По-моему, вот этот вот Мерседес Был такой бордовый, малиновый И, по-моему, старая иконка была лучше Фотка Не знаю, может быть, она не соответствовала Году или еще чему-нибудь Но непривычно А так, я такой посмотрел Посмотрел Есть изменения Ну, черт, ногу сломит Что из этого положительного Сказал, что отрицательно Какие тачки в гараже потеряли актуальность Какие, вроде, до сих пор играют Это нужно только самому играть Разбираться и ковыряться Вот Катерхам вот этот стал красным Он был точно желтым То есть, вот этот плюс, так скажем, к гаражу Вот этот Крайслер был точно желтым Тоже, считайте, плюс к гаражу Что тут еще Ну, там некоторые Вот, кстати, у меня выпал второй Датсун Датсун Ну, Датсун Тоже, опять же, я очень много горел Что я его заточил как 0-3-3 И он стал проигрывать вообще везде Он даже, блин, на Как оно там На круговое движение Так вот Круг делается Забыл Центробежные силы Короче, забыл, как называется Трасса Вот И он проигрывает 3-0-3 Тачки Там, вот И я на этом горел И я уже сегодня проиграл Там точно так же То есть, ну, казалось бы Блин, я же на управление заточен Ну, ё-па-расоте Да И вот мне второй выпал Я помню Месяцами его ждал И, ну, вот Может быть Надо раскачать Выпал вот Ну, всякого говна тут нападало Ничего ценного Лотос, по-моему, мусорный Вот этот вот Меган, по-моему Стал мусором Сейчас к этому дойду Если не забуду Вот Тверку С пакетч получил Не знаю, насколько она мусорная Ну, вроде как 88-й год Не знаю, там, что вообще происходит В 80-х Вот Астон Мартин Выпал Ну, это из последнего обновы Что ценно Наверное Ну, тем больше У меня тачек по ней вообще нет Надо было, наверное, кстати Всякие сине-зеленые тачки Сохранять То, что Новенькие Или Тех производителей Марок Которых у меня вообще нет Но я что-то все продал Сразу сине-зеленые Чисто смотрел Только на желто-красные Вот Ну, вроде как 70-е Ну, наверное Может быть Неплохая тачка Вот это пальцем в небо Так скажем Да, то есть Ну, просто если посмотреть Вот, допустим Посмотреть вот сюда Вот на вот эту Сиеру Которая 80-е Да, то Ну, похоже То есть она побыстрее Чуть менее управляемая В целом вроде бы Звучит бодро Тем более, что У нее максимальная скорость Достаточно высокая Опять же Вот если сюда посмотреть Да, у нее 174 Может быть Она на Проверке максималки Неплохо себя показывает Фиг знает Да, то есть Ну, может быть Может быть играет Что-то еще выполнено Да, по-моему Все остальное Трэш всякий Нападал Я даже особо Больше внимания На что не обращал Пантеак Пантеаков, по-моему Они в Пантеаке были И он был у меня Значит, золочный Значит, был Вот эти стали желтыми Хотя, может быть Они стали желтыми Еще когда французский Ренессанс вышел Я не помню Я просто помню Что-то они изначально Синие были Да, тут Беха выпала Я не помню Вот что-то с этой Бехой Было связано Но что именно Я не помню То ли она норм То ли трэш Что-то еще Да, по-моему Больше ничего такого Интересного Еще один дубликат Куба Нужный Вот Пантеак выпал Ну, наверное Нормальный В пре 70-е идет Плюс Пантеак Фиг знает На самом деле Еще на его счет Вот эти, я точно помню Синие были изначально Здесь Здесь Всякое Всякое уже неинтересное Наверное Барахло И вот на самом деле Надо, может быть На форуме Спросить Народу Снять видео Показать свой город Сказать Что вообще Из этого Актуально Что из этого неактуально Потому что Черт ногу сломит И хрен вернешься Но это все ладно Это все лирика Что, да? То есть Берешь такое барахло Все не помнят Что там за трасса Я вроде Что-то уже там Спротивлялся Но не помню Что-то там Брать надо Давайте вот так Возьмем сейчас А, у меня один билетик Всего остался Да, поэтому Фиг Я тут сейчас сделаю Надо, наверное На форум залезть Посмотреть Что за трасса Короче Краем глазом Глянул Там Два-три песка И дожди То есть Нам нужен Два бездорожья Два бездорожья И Стандартные покрытики Но у меня на стандарт Вообще Что-то тут Не пахнет У меня вообще Выбор тут Мягко скажем Не очень По-моему, вот такой вот Я с Боркой И ходил Да, то есть Ну вот Что есть, то есть И вот ты заходишь Такой в турик И против тебя Просто вот такое Вот Вот такое вот Я напомню Что у меня сейчас 60-е место В этом турнире И вот на 60-м месте Две красные тачки Зафулиных, скорее всего Да И фиол И две желтые Метовые и топовые Да, то есть Ну вот Вот это не особо Метово здесь Потому что здесь Нужен стандарт покрыхи Но Наверное Оно неплохо зайдет Дальше Что-то тыкаем А вот Пять красных тачек Вот эти две метовые Это вообще имбищи Вот когда я играл Это были имбищи Которые ничем не перебивались И сейчас они И вот это, по-моему, имбищи Да, то есть Ну, просто вот 4-1 Разгон На бездорожье покрых 90-го управления Она Она может дергать даже Некоторые желтые тачки На обычных На асфальте Даже Ну, если не дождливая асфальт Потому что Ну, ну, ну Это Вот то что это Просто Тыкаем дальше Фиол Три красных Естественно Все заточено И вот ты заходишь У меня нету Я вот играю, там побеждаю даже Ну да, если ты побеждаешь В каких-нибудь туриках, где желтые тачки Используются, или прочие бомж-турики И тебе большего не надо То это замечательно Но когда ты хочешь все-таки немножко большего И все-таки немножко как-то быть Конкурентоспособным То оказывается, что потенциала у тебя Нет никакого, если только ты не готов Донатить в игру тысячи, там не знаю По три-пять ежемесячно И все Если ты готов так делать, то да Ты будешь покупать карбоны У тебя будут выпадать красные тачки У тебя будет фодор для покачки красных тачек У тебя будут появляться фиолки, может быть даже легендарки И все такое в таком духе Но если ты играешь бесплатно То твое дело-то сосание писюна И это вот вообще никак не впечатляет На фоне того, что за прошедшее время Я поиграл в Epic 7 И вот 27 числа То есть через 4 дня уже Все знают Будет новый лимитированный персонаж Можно сказать, что как здесь тачка Которая закупки дается Условно говоря И ее могут получить абсолютно все игроки Ну, кроме Алешек Алешки не получат Вот Но мы же все-таки не Алешки никогда И я чувствую, что вот я вкладываю Свои усилия в Epic 7 И я получаю с этого отдачу Как с нормальной игры Да, она там жесткая Да, требовательная И так далее, и так далее Но все-таки она дает отдачу Она тебя вознаграждает Чем меня вознаграждает Топ-драйверс? Я хер бы его знал Так, что побеждать? Чем побеждать? Да, так У меня есть Улицы Средние Сюда нужен просвет Сюда, может быть, вот этот паст Здесь вроде Средний просвет Средний просвет Слолом Ну, он прокачанный Да, то есть я Че я туда поставлю? Так, у меня есть два песка Но вот Не уверен, что я здесь выиграю Здесь я точно этим не выиграю Да, давайте так сделаем Коль песок Пурковка И слолом Что из этого Будет Давайте вот так вот сделаем Я ничего не могу Суперкрутого здесь показать Потому что я не играл Я все забыл напрочь Да, но проигрался И, соответственно Понимание, знания Которые все у меня были Они у меня выветрились С учетом того, что Появились проблемы с памятью Да, и поэтому я так тут Очень гиперкузуально Что-то потыкиваю Пока что И трудно сказать Буду ли я потыкивать В это больше Дальше Вот, пока Трудно сказать Ну, смотрите Все-таки я вытянул Да, да, отсуну Хоть он пососно раскачан Но вот здесь вот Че-то Не-не-не Здесь не вытягивается Не вытягивается Ну, если бы был раскачан Мой поршень Там 4.7, по-моему Мы видели, да У кого-то То вот оно Я бы здесь победил И вот оно Вот мой удел Да, днищ турнира Вот оно А этот турнир За школьный завтрак Я ни много, ни мало То есть даже Чтобы вот влезть В топ-10 Нужно просто иметь Фулл красной тачки Фулл красной тачки И так выглядит здесь Примерно каждый Турик Который ты можешь Себе найти Да, то есть Вот Хайспид Машина Японии Полный привод Я вот, опять же Турик за школьный завтрак Машине Японии У меня там было Не так уж и все Плохо Опять пересоберем Там по-моему Не помню Японии Да Полный привод Давайте выберем Вот так Нам нужно Три тачки Подобные 130 То есть Безлимитно здесь Не помню Есть там Что-то По бездорожью Или нет Так Убираем Полный привод И добираем Что есть Да Сейчас зайдем Как получится А там Если будет всякие Снегодождь И вот это все Уже будем корректировать Команду Полная А Вспомнил Вспомнил Здесь трассы Новые трассы Которые японии Ничего не делают Они называются Вот таким вот образом И опять же Что мы видим На днище турнира Красной тачки И фиол То есть Я так подозреваю Чем дальше По времени Существования Игры Тем хуже Становятся Потому что В игру Приходит Больше людей Больше людей Которые В ней сидят Дольше Да То есть Если когда я Начинал играть Там Игре был Допустим условно Год Да И у игроков Было накуплено Гаражи за год То сейчас Те кто играют Два Вот непрерывно У них уже два года Опыт И у них гаражи По два года Больше донатеров Оседает Да И здесь Сама система Она Просто Не дает вам шанс Опять же Потому что Вам собирают Вот эту команду Сто человек И Во первых Она по кубкам Насколько я помню У вас Баланс Ты там в каком-то турике Заходишь Там у чуваков 12 тысяч кубков Да То есть это В четыре раза больше Он играет Или в четыре раза Больше побеждает И Там просто Без шансов Три легендарки Тебя просто Дрючит Абсолютно Ну так вот Суть в том Что Среди С этой сотни Точно найдется Те У кого есть Нужный тач И Шанс того Что ты будешь Именно тем самым Счастливчиком У которого есть Нужные тачки Ну Гипермизерный Тебе нужно иметь Абсолютно вообще Все Абсолютно все Прокаченное Метовое Да Естественно А это просто Нереальное количество Тачек Как я уже сказал Вышло еще Три крупных Дополнения Которые добавили Еще там Наверное Машин 200-300 Суммарно И машин Стало там Наверное На треть А то еще Больше Больше Да То есть И все это Раскачивать Стало еще Более невозможно Короче Если говорить Прямо Откровенно Это просто Пиздец Так Ну что мы будем Побеждать здесь Ну давайте Попробуем Побеждать Эх Скорость 0.60 Вот это похоже На На что-то На что-то Такое Но здесь Мне ничего Нигде не светит Сейчас Раскидаемся Просто как есть Да И будем Не будем Побеждать Трасса Мне эти Вообще Неизвестно Да Я совершенно Не знаю Какая здесь Балансировка Стат Которые На что-то Влияют Ну Как-то Как-то Раскинул И вроде бы Вот Мы здесь Побеждаем А здесь Мы не Побеждаем Точно Хорошо У меня 0.33 Что ли Это Ниссан Раскачан Или что Как он Меня сделал Здесь Тоже Проигрыш И походу Это вообще Проигрыш Так-то А нет Последний Последний Заезд Дал понять Что Я молодец Но это Нищ Турнир Это не бой За 10 Место За Керамический Пак Это бой За Просто За мусор За 9000 Голды Кредитов И за 40 Монет А мне их нужно 5500 И вот ТВР я купил ТВР я купил Турнир Вот нормальный Они за школьный Завтрак На 300 Тел Или на 500 На 300 Да То есть Какая-то Нормальная награда Здесь От полтошника Место Начинается Все Что ниже Все дерьмо Да То есть Это просто Трэш Че у нас Здесь У меня просто На телефоне Сети Сделано А он До сих пор Не умеет Сонхронизировать Нам нужно 3 ТВР Вот Они 3 ТВР Вот он Новый Это из карбона Выпал ТВР Но Судя по Судя по Что это 19 Тирку Это вряд ли Метовое Что-то Выглядит Как Пасос Да Ну Может на 86 Год пойдет Но Выглядит Как Пасос В любом случае И UK RVD Мне нужен Это у нас Естественно Вот эта тачка И вот Там вроде как Много всяких Слоломов И вот Такой вот Сборочкой Я сюда иду И что мы видим И мы видим Фиол Заточенный Фиол Ну Не максималка Красная Не максималка Красная Ну и легендарка Которая есть у всех Причем я попадал На челиков У которых Заточенные Легендарки Фуловые Стандартные Легендарки Которые никто Никогда не точил Насколько я помню Еще одна Точенная Легендарочка Ммм 11 тысяч Кубков Да И что здесь происходит Правильно Здесь происходит Соси Писос И как бы Ну вы поняли Да То есть вот это Суперметовый Каттерхам Который я очень сильно Хотел И вот его У меня нету Вот что здесь Вот что здесь Сделать Вот что Здесь ничего Не смеет Этого Никак не победить Здесь я могу Максимум в ничью Да То есть Мне нужно Брать Тогда Вот эти Три Все Да То есть Если я ставлю Сюда Тачку Я проигрываю Вот эти Три Я должен Побеждать Чем Ничем Правильно Да То есть Либо я Проигрываю Вот это И вот это И опять же Я должен Победить Вот это Ну давайте Извилистая Дорога На перегрузку Что поставим Допустим Нам нужно Вот это Съезд Допустим Будем побеждать Вот это Съезд Будем побеждать Ну тут Токио Мост уже Ничем не перебить Да То есть Тест на перегрузку Нам бы не Всосать Просто гипер жестко На всем этом Вот чем Беда Да тут Ничего не сделаешь Да То есть Вот это Супер Я просто Сейчас закинул Потому что здесь Просто ничего не сделаешь Да То есть И вот Турнир Не за школьный Завтрак Скипаем Вот Я на 60 месте Но проблема в том Что здесь просто Народу не фуловое Да Я только зашел Когда я заходил Было 80 человек Но сейчас уже побольше Видите Тут еще только на треть Заполнено Данная комната У меня 67 место То есть Полтос Я уже забыл Да И максимум Что мне светит Это вот это вот То есть Это желтяк Это считается Одна керамика Ну и вот Еще две трети керамики В таком эквиваленте И вот он А у меня аккаунт полгода Напомню Да Здесь ТВР Которых не было Но в таком большом количестве Их не было Когда я играл Да Поэтому Вот у меня Один ТВР Хорошо есть Классный он тогда Был метовый И вот Два пришлось добирать Но тем не менее Даже если бы не ТВР Как вы поняли Если бы там была Просто какая-нибудь ГБшка Я имею ввиду Грейт Бриттон То у меня перспектив Был бы не больше Потому что там Там всякие Катархамы были бы Да Вот эти фиолетовые Точеные И все прочее Прочее И куда ни ткни Оно везде одинаково Озалупливает тебя Что еще добавилось Добавилось вот такие Вот какие-то клубные события Че-то о чем здесь Зачем Для чего это Я не понял Ну то есть Какая-то типа карта Какой-то движ Ты типа можешь Поучаствовать в этом движе Много Можешь поучаствовать Мало Те за это дают Кредиты Ну то есть Типа такой Режим Чтобы знаете Было что-то еще поделать Когда тебе хочется Поиграть в игру А билетики у тебя Обычные уже кончились Да То есть Ты такой заходишь Ну здесь Сосиписо сделаем То есть Я так понял Здесь три фракции Я понятия не имею У меня там вот Полный ход Я наверное Это фракция Что ли Так называется Я не нашел Как переключить на английский язык Я не помню Было у меня Переключено на английский Ну здесь уже кончилось Считается Да То есть Вот такой Заходишь Здесь я так понял Очень никакого баланса нету Ладно Давайте выберем Что-нибудь Что-нибудь Такое Вот Где нас Разрешат Поучаствовать Здесь вот Машины США 110 лимит Вот это Где я могу Что-то Проявить Да Здесь собираю Вот что-то такое Вот Если там конечно Сейчас не будет Какого-нибудь Зимника Да Там Снегодожди Блин Надо где-то Скинуть Рку Давайте выберем Ну наверное Последний Зайск Который я покажу И Перейдем К некоторым Другим Данным Так скажем Давайте Возьмем Какой-нибудь Говно Собейте Да То есть Просто здесь Откатываешь За участие У тебя Ну да Снег Блин Фулл снег Емой Ну вот Вот Новая тачка Точно А нет Не новая Я чуть не помню Ее Какой-то Может быть и новая То что у нее Старый тег Это не значит Она не новая К старым тегам Ведь тоже Что-то могли добавлять Давайте возьмем Просто сейчас Закину Что попало Да Просто на рандом И про скип И здесь очевидно Что Мне все равно Ничего не светит Да Вот Ну то есть Как бы здесь Можно подобрать Тачки У меня в принципе В США есть Там тоже Юкона Можно взять Вроде как Да То есть Сейчас Можно попробовать Давайте попробуем Мне совесть Не позволит Так просто Это оставить Да Так там Снег Снег Всякое такое Давайте сейчас Забубеним Значит На США А Блин Юкон Не Юкон Нормальный Возьмем Вместо Тебя Сейчас еще Чем-нибудь Возьмем У меня У меня Есть Барахло Еще Чем-нибудь Вот Ты подойдешь Сюда Пойдешь Там Чем-нибудь Типа Стандарт По крыше Быть Ничего Не вижу Да Поэтому Возьмем Чем Возьмем Вот Ты Влезешь Отлично Поехали Оставлю Одного Там Была Обычная Асфальт Есть Хотя Тоже Стандарт Подошел Тестовый Круг Еще Чем-нибудь Во Изи Изи Пизич Да То есть Тут Какого-то Вообще Однократного Баланса Нет Чувак С 12 Кубками Здесь Поэтому Происходит Какая-то Вообще Странная Дичь Вот Которая Которая В ней Не Понять Звилистая Блин Все Звилистая Да Ладно Тут Точно Победа Да То есть В этом Режиме Ты Вот Так Участвуешь Если Твоя Фракция В итоге Побеждает То Тебе Может Даже Если Не Побеждает Все равно Кредиты Дает Но Может Если Побеждает Дает Больше Чем Если Не Побеждает И Вот Как бы Все Да То есть Каких-то Таких Мега Наград Я Здесь Не Увидел Понятное Дело Что Больше Кредитов Больше Карбонов Ну Не Карбонов А Керамик Больше Керамик Больше Возможность Получить Какие-то Красные Тачки Да Но В целом Такой Еще Появилась Новая Дресня Фиолетовая Престиж И Есть ПВЕ Компания ПВЕ Чтобы В ней Поучаствовать Нужно 100 Престиж Но Это Ни о чем Если Там Больше Каких-то Престиж Туриков Неизвестно Ну Скорее всего Нет Раз Он Здесь Один Всего Болтается Наверное Все остальные Болтались Если бы Они были Может быть Потом Добавят Да Но В целом Неизвестно Что там В наградах Но Вряд ли Там Что-то Такое Настолько Метовое Что Опять же В корне Поменяет Ощущение От Игры Вот Что Еще Я хотел Сказать Хотел Я Вот Что Сказать Новые Обновления Помимо Того Что Они Это Конечно Здорово Они Добавляют Много Классных Тачек Но Они Обесценивают Тачки Которые Ты Собираешь Я Хотел Поставить В пример Опять же Epic 7 Не то Чтобы Там Не Получается Такого Что Выходит Новый Персонаж Он Тупо Сильнее Прошлых И Старые Какие Обесцениваются Да Такое Там Тоже Происходит Но В целом У тебя Есть Огромное Количество Возможностей Имеется Хорошую Адекватную Пачку Для Игры Плюс Там Нужно Четыре Персонажа Ну Даже Если Брать Какие Реал Тайм Арену Может Десять Персонажей Которых Ты Поддерживаешь В актуальном Состоянии Если Один Из Них Вдруг Отваливается У Тебя Все Оно Есть Возможность Его Заменить А здесь Тебе Нужно Просто Вот Все Да То есть Ну Тебе Нереально Большой Пул Тачек Надо И вот По-моему Я хотел На чем На Пежошке Нет Не Пежо На Реношке Показать Пример По-моему На Реношке Да Вот Была У меня Такая Рено Меган Даже Вторая Была Я даже Подумал Вторую Заточить На 18 Рку Была Просто Отличная Тачка Которая По-моему Даже Порш Бокстер Побеждал Черненький Такой Она По-моему Побеждала Даже На некоторых Видах Трасс У Бокстера Было На Одно Управление Больше А здесь На 0.1 Разгон Больше Вот Я даже Второй Тогда Подумывал Раскачать И вот Выходит Вот Такой Рено Спорт Который Тупо Лучше Вот Этого Да То есть Здесь 6.2 84 6.0 88 Да Здесь Слик Шины То есть В дожде Ты будешь Ну Слик В дождь Это там Просто Мусор Кстати Когда я играл Слик Шин Вообще Было Очень мало Там Одной Фюльной Тачки Были Слики Что-то Типа Такого И то По-моему Закупки Было Гиперредкое Было Само По-себе Вот Это Явление Сейчас Оно Стало Чаще На большем Количестве Тачек По-вокрышке Но тем не менее Суть это не меняет Потому что В дождь Ты в любом случае Ставить Не будешь Скорее всего Если у тебя Нормальная Грамотная Сборка Обычные Покрытики Да То есть Динамику Потому что Ну не может быть Такого практически Что Вот метовая Сборка Это именно Динамика В дождь Если только Не знаете У тебя там 4 Из 5 Паттернов Трасс Солнечные А пятый С дождем И вот Получается так Что ты все Тачки Распределил И вот Блин Никак Ничего не сделать Вот приходится Ставить Слик в дождь Ну конечно Такие ситуации Могут быть Но сами понимаете Это крайне 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 Редко Случается А по факту По факту Там где эти тачки Используются Вот эта тачка Просто обнуляет Ценность вот этого Рено Спорт Вообще Он превращается В тыкву И я могу его выкинуть Потому что С него никакого Я просто захожу Опять же В кубке Вижу Челик В которых есть Вот это тут Рено Спорт Клю Капкар И он мне делает Капкар Полный Да Мне там ничего не светит Да Здесь Опять же В Epic 7 Все таки есть Какой-то рандом Или еще Что-то Какая-то стратегия Тактика Здесь Как бы Да Можно сказать Что есть стратегия Ты можешь взять Там РК Сейвер Да Вот этот там Баланс РК Подобрать Где проиграет Где победить Но Как бы Если у тебя нет Побеждающих тачек Значит Ты сосешь Все Нету другой Стратегии Да Есть побеждающие тачки Ты не сосешь Да И все И Я просто привел пример Потому что Он мне на глаза попался И я его Прямо хорошо заметил Ну Тысячи такие же примеры Наверняка Есть в моей коллекции По красным тачкам Наверняка Вот Появились какие-то тачки Которые просто делают То что у меня есть Да И то что у меня есть Возможно Какая-то из этих тачек Просто так же превратилась В тыкву Просто за бессмысленность Может быть ТВР какой-нибудь Добавили Тоже за 23 Может быть Арку Да Давайте прочеркаем Что там по ТВРам Там их много стало Теперь Может быть там стало А 23 это уже фиол Окей Я что-то Затупил Ну вот 22 247 79 Нет Ну Этот ТВР Меня не обходит Хотя Ну то есть По ТВРам Хотя бы ладно Он остался В топчике Да Но тем не менее Суть это не меняет Да То есть Примерно так оно и происходит Выходит обновление И твои тачки Часть каких-то Твоих тачек Она просто превращается В тыкву И ты их можешь Выкинуть смело Ну условно говоря Да Потому что Они просто уже Перестанут побеждать Они перестанут Приносить тебе Победу Тебе нужно собирать Новые тачки И все это было бы Замечательно Если бы Игра была более доступна Да Если бы действительно Можно было бы Собирать эти тачки Если бы действительно В игре была Хорошая система турниров Где не было Такой херни Что ты Пладаешь постоянно Просто с челиками У которых даже На самом дне Саного Турнира Полностью Фиолы Красной команды Да И тебе там Вообще делать нечего Тебя просто дрюч Да Вот если бы Всего этого не было Блин Я бы с радостью Вот поиграл Но вот Как я уже сказал Даже когда я Вот Заностальгировал И захотел зайти в игру Я испытывал Больше отрицательных эмоций И они лишь усилились От того Что я увидел Да Когда вот захожу Вот в турики Просто бомжи-турики Да И просто меня здесь Уничтожают Да Ну Че-то багует Могут Нет Че-то багует Меня здесь просто уничтожают Без шансов Вообще Даже Без шансов Подобраться каким И мне нужно сидеть Неделями Ждать Неделями Неделями А то и месяцами Ждать Когда там вдруг Выпадет 90-е Чтоб я там Пососал чуть меньше Чем во всех остальных турнирах Ну Сами понимаете Не очень Прикольно И вот с чем я хотел Закончить Я зашел на форум Там Разрабы выложили Roadmap На 2020 год Вроде как Там же было написано Что вот Great Exhibition Вот это вот Патч выйдет С тачками Да Он уже вышел Вот 20 По-моему То ли вообще на днях вышел То ли 21 То ли как раз таки Сегодня ли он вышел Короче Это прям свежачок С пылу с жаром Или это в январе было Хотя может быть месяц назад Ладно Но тем не менее В любом случае это прям свежак Вот И там Что самое главное Внизу было То есть там Roadmap разбит на Вот Ближайшее обновление Что мы планируем Более-менее там После этого Тоже с указанием сроков И Без указания сроков То есть вот в принципе Такое планируем сделать И там было Самое главное То что они Перебалансят Систему RQ В игре То есть сейчас она там От 3 до 30 идет А они сделают ее Там по-моему От 3 до 100 То есть Количество Вариативности Увеличится в 3 раза И Трудно сказать На самом деле Скажется ли это положительно На игру Или нет Потому что Я вот опять же Вернусь К тому же К примеру С вот этими Двумя реношками На самом деле Таких примеров Миллион и Телега Вся игра ими забита Да То есть вот Один RQ Машин И проигрывают Они вот На капелюху Да Но тем не менее Здесь нет Такого что Вот Если бы это было Epic 7 То там еще бы Сказывался шмот Кто как там Что играет Там какие-то Рандом Прок Двойной Двойной атаки Резисты Вот это все Кто как Нажимает Скиллы Там Слишком Много Вариативности И Такой вот Разброс В 5-10-15% Силы Команды Сферической Вакууме Они Могут И Сыграть Здесь Этого нет Либо Машина Побеждает Вторую Либо Нет Да Тут Прикол Что здесь Даже Не придумаешь Какой-то То есть Здесь Есть Вариация Трасс Допустим Одна тачка Побеждает На одной Трассе Другая На другой Но Здесь Вообще Даже Нету Никаких Вариаций На всех Трассах Будет Побеждать Вот это Скорее Если У него Конечно Там Не скрытый Как Он Я забыл Показатель Такой Скрытый Раз Это Там Мид-рэндж Акселерейшн По-моему МРА Да Вот МРА Мид-рэндж Акселерейшн То есть Если только Там Не МРА Очень плохой Но Это Как бы Опять же В любом случае Оно Железобетонно Прибито То есть Оно Как есть Так и Если Ты с этим Ничего не сделаешь Никак не обойдешь И За Этого Огромное Количество Тачек Они Просто Мусорные То есть Играет Там А каждая Пятая От силы Может быть То ли Не Каждый Десят И Когда Рейндж РК Расширит В три Раза Все Вот Эти Вот Моменты Их Можно Будет Более Равномерно Распределить Между РК Да И Вот Этого Будет Там Ну На Три Надо умножать Да Сейчас Чет Не посчитаю Сейчас Вот 54 Да То есть Вот Этой Тачки Будет Там 53 Ну Или 52 Вообще И Это Уже Сбаланс Немножко Ситуацию Да То есть Бывает Такое Что Тебе Не хватает Где-то Одного РК Сраного То есть Не влазят У тебя Тачки Которые Ты хочешь Взять Тебе Нужно Взять Кого-то Подешевле Да И Благодаря Этому Заиграет По идее В теории Должно Заиграть Гораздо Больше Количества Тачек Которые Сейчас Выглядят Слабо Относительно Своих Конкурентов На РК Да На одном Они Станут Сильнее За счет Того Что у них Будет Просто Меньше РК Да И да Машина По-прежнему Будет Проигрывать Но она Позволит Выиграть Мне один РК Например Да Но она При этом Будет Выигрывать Тачки У которых 50 РК Ну вы Поняли Да То есть Возможно Благодаря Вот этой Более Плавной Системе Собирать Какую-то Рабочую Коллекцию Машин Будет Проще Но с другой Стороны Возможно Рабочую Коллекцию Машин Собирать Еще Сложнее Потому что Если сейчас Вот есть Какие-то Метовые Тачки Да Вот На 18 РК Тебе Нужна Одна То представьте Что тебе Ну и там На каждом РК По одной Тачке В каждом Типе Там В каждом Типе В каждом Поним То добавьте К этому Что Самих РК Станет Гораздо Больше Тебе То есть Если сейчас Да Опять же Вернуться Если Что Им Введут Если Сейчас Тебе Достаточно Вот этой Одной Реношки А второй Можно Выкинуть Вообще Не качать За бесполезностью То после Этого Изменения Тебе Пригодятся Обе Эти Реношки Но Ресурсов На это Не добавится Ну и Опять же Это Никак Не решит Проблем Того Что По прежнему Челики С Красными Тачками Будут Тебя Джебошить По полной И фиолом И легендарками И как бы Ты все равно Ничего с этим Не сделаешь Как бы Грамотно Ты не подбирал Себе Команду Да То есть Все равно Ты заходишь Лимит позволяет Брать Дорогие Тачки Ресурсов Найти Дорогие Тачки Тупо Нету И вот До свидули Дули Дули Ладно Вот такой Видос Не видос По Топ Драйверс Если честно Я вот Не знаю Играть В нее Или не Играть Да То есть Вот я Зашел И И когда я Уходил То я все Это вам Рассказывал Да И вот Я вернулся И ничего Из этого Скажем так Не поменялось Да Просто бывает Так Ты устаешь От чего-то От какой-нибудь Игры Ну или вообще От вещей И тебе Начинают Недостатки Мозолиться Глаза Да Ты Все положительные Аспекты Наоборот Уже Они перестают Уже радоваться И Ты больше Обращаешь внимание На недостатки Ну вот Я вернулся И Я не увидел Где я могу Здесь получить Получительные эмоции Я не увидел Причины Почему я Должен бросить Эпик 7 Хотя я в него Почти сейчас не играю Я засел в Кроссаут На самом деле Это тоже Еще та потеря Времени Бессмысленная Но это уже Другой разговор Вот Но тем не менее Если выбирать Эпик 7 И вот Топ драйверс Я не вижу Причин Почему я должен Поменять Одно на другое Да То есть Я записывал Эпик 7 Двухчасовой ролик Почему это лучше Гача Двадцатого года Да То есть В ней есть недостатки Но плюсов Там вагон И она приносит Вагон Положительных эмоций Если не быть овощем И совсем Дегенератом Который вот Хочет всего и сразу Да Но даже если Имеется Очень скромное Желание Просто Ощущать Какой-то прогресс Да Побеждать Периодически Хотя бы Да Даже в топ драйверс Ты не будешь Этого ощущать Потому что Ну здесь Негде Побеждать Практически Обычному игроку Да Только в совсем Совсем Очень редких Испытаниях Совсем Совсем Редких Испытаниях Для Относительных Таких Новичков Но Это же и показывает Что ты просто Новичок Да То есть Ты где-то Только на уровне Бомжей Там Можешь Что-то состязаться Это твой предел Не начать Так Также я напомню Что У меня есть Фиолка Легендарка Единственный Легендарк Который выпал И Фиолк Но они выпали За донатные паки Это так точно А у Додж По-моему Не помню Кстати Не помню Вот Тем не менее Я донатил А если бы я не донатил Ну не было бы Ни вот этой легендарки Ни вот этого Скорее всего Доджа И так далее И так далее Прокачивающих тачек У меня было бы меньше Гораздо Да То есть даже Если брать красные тачки И все такое прочее Все в таком духе Да То есть гараж мой Выглядел бы еще скромнее Да Кому-то везет Кто-то там за несколько месяцев Собирает Три-четыре легендарки И такой А я не понимаю В чем дело Я кстати здесь Вот закончу Какую мысль Есть такая штука Называется Идиотизм человеческий Когда Знаете Вот Опять же На примере Эпик Севена Потому что Я помню проценты По-моему В Топ Драйверс Тоже есть официально Опубликованный Процент шансов падения Да Там легендарка И прочего Но вот есть официальная Данная С какой вероятностью Падает Легендарка Да И можно посчитать Сколько нужно потратить Примерно Чтобы эту легендарку Получить В среднем Можно посчитать Сколько ты будучи Бесплатным игроком Купишь эти ресурсы И прикинуть Раз в сколько Ты в среднем Будешь получать Эту легендарку Да И это Те данные Которых ты должен Отталкиваться Да Те данные Которыми ты можешь Оперировать Да Кому-то везет Больше Кому-то меньше Но от данных Ты отталкиваешься Именно вот Но есть такой тип Дегенератов Которые вот считают Что вот им выпало Пять легендарок Подряд за ебучий месяц За первый месяц В игру И они такие Ой я не понимаю Что ты жалуешься Мне вот выпало Пять легендарок И тебе выпадет Заскуяли А не выпадут Да Если есть данные Статистические Просто тебе повезло Точно так же Как вот у меня В асфальте девятом Там я открыл Пакетч какой-то И мне выпало Две по пятнадцать Там плюшек С одного пака На Тачку ну какую-то Что там По Теории вероятности Имеет там Ноль-ноль-ноль-один процента Да Это как джекпот сорвать Да Это даже Джекпот среди джекпотов Там просто нереально Такое сделать Да Но это не значит Что я должен был Побежать Побежать Сказать Ребят Ну вы че Какие Че вы жалуются Вон смотрите Как они сыпятся Хорошо Да То есть оно так Не работает Вот просто были Такие комментарии Что Серега А мне вот легендарок Нападал Че ты вообще шалуешься Да Но это не значит Что если я продолжу играть Мне нападают легендары Да Просто потому что Мы знаем статистику Мы знаем Раз в сколько Примерно ждать легендарку И ждать здесь легендарки Насколько я помню Достаточно долго Более того Одна легендарка Или две легендарки Здесь тоже не делают Дело Потому что Они скорее всего Будут размазаны По типам Годам И прочим Производителям И ты все равно То есть иметь Две-три легендарки Это не значит Что иметь Две-три легендарки В рамках Какого-то турнира Да То есть Одно дело У меня просто Две-три легендарки Другое дело Я вот захожу в ТВР Да Прожимаю Играть И могу взять Все три легендарки Да То есть Ты все равно Будешь упираться в то Что есть челики У которых есть Лучшая комбинация Да На каждый конкретный случай Здесь очень хитро Все это сделано Такое наебалово Да То есть Если особо Извилинами не шевелить То может казаться Что на самом деле Все замечательно Но если все это проанализировать То ты понимаешь Что Ну Так оно и будет Постоянно происходить Каждый следующий турнир Ты будешь просто сталкиваться С людьми Которые Больше вкладывали денег Или Им просто повезло Так или иначе Кому-то так или иначе Везет Да То есть У кого-то есть одни тачки У кого-то другие Но тебе в любом случае Попадутся На верхотуре турнира Те люди У которых есть нужные Именно для этого турнира Тачки И ничего ты с этим не сделаешь Ничего ты не сделаешь С тем Чтобы у тебя был На все Какой-то ответ Да Во всех турнирах Поэтому твой предел Это сидеть Вот именно В каком-то мизере В ужасном мизере И И на самом деле Еще я помню Вот в школе Тут я опять Это повторил мысль Еще одна причина Что для меня Игра фактически Во многом Свелась к тому Что ты просто В нее заходишь Смотришь Рекламу Быстро Протыкиваешь Ежедневку Просто Да Это рутина Абсолютно Неинтересно Ты это делаешь Выходишь С игры Заходишь Через несколько часов Опять Смотришь рекламу Опять Протыкиваешь Ежедневку То есть Ты И даже У тебя Ощущения соревнований Нет Потому что Ты не соревнуешься Ты просто Заходишь И Выкидываешь Свое время Свою жизнь На это Да И Может быть Раз там В какой-то Промежуток времени Раз там В неделю-две Попадается турнир В котором Ты что-то состязаешься Но Я вам только что Описал Несколько раз Одно и то же Как выглядят Примерные состязания И как ты их ощущаешь Что ты все равно В них сосешь Да И После этого Ты продолжаешь Заниматься Этой херней 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 И Ну это не радует Просто не радует Это просто не приносит Эмоций Да То есть Все-таки Игры Можно Понятное дело Что Разработчики делают Игры чтобы заработать Но Играем мы в игры Не для того чтобы Разработчики зарабатывали А для того чтобы Получать удовольствие Если игра Ну никак не хочет Приносить это удовольствие Ну значит Зачем в нее играть Вот Такой вот все-таки Ролик не ролик получился Вроде бы теперь я точно Все что хотел озвучить Озвучил Ну и вот Как бы так Все на этом